Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и у нас сегодня с вами очень-очень-очень классный прямой эфир, где мы будем говорить с вами о бизнесе, где мы будем говорить о предпринимательстве, где мы будем говорить, безусловно, о финансовой стране, потому что бизнес и предпринимательство – это финансовая страна, и, конечно же, мы все это будем связывать с нашим мышлением. И эта тема, на самом-то деле, родилась не просто так, как и все предыдущие, потому что, в принципе, всю свою жизнь сознательную, сознательную – это тогда, когда я поняла, что мне нужно строить свою жизнь, и мне хочется зарабатывать денег, мне вообще нравится быть успешным человеком, я пока еще не знаю, как это думала я тогда, но я хочу таковым быть. И, в общем-то, всю эту жизнь, когда я приняла такое решение, я занималась бизнесом. И занимаюсь бизнесом по сей день, потому что вообще я считаю, что мы все занимаемся бизнесом. Просто есть более талантливые люди и менее талантливые. Есть те, кто это понимает, и есть те, кто это не понимает. Поэтому сегодня будет такой эфир 50-50 для меня на две мои любимые темы. На тему бизнеса, потому что просто это… Я очень много лет занималась обучением в этой сфере, я занимаюсь бизнесом, и я как практик все время люблю очень эту тему обсуждать. И, безусловно, на данный момент, поскольку моей основной сферой жизни и развития я выбрала осознанное мышление и управление нашей реальностью с помощью мышления, я сегодня вам хочу рассказать и объяснить, как две эти части соединяются. Это очень важно понимать, потому что взаимосвязь между успешным предпринимательством и между тем, что у тебя в голове, самое что ни на есть тесное. И если вы это не поймете, то, собственно, как бы печальненько. Ну, давайте будем по порядку. Я буду попивать кофеек. Кстати, почему-то пепси я не наполнила бокал. Ну, ладно, будем сегодня с кофе. Сейчас объясню вам, почему я эту тему подняла. Дело в том, что в моей жизни были разные периоды. Периоды, когда я только начинала становление свое как предприниматель, периоды, когда я очень успешно поднималась и зарабатывала огромные деньги, и периоды, когда я после успешного подъема и заработка денег вновь проседала. И я никак не могла понять, в чем же дело. И вы знаете, объясняла это так же, как и большинство людей, что сейчас начался кризис, сейчас, значит, начались проблемы, сейчас люди меньше покупают, сейчас меняется рынок, сейчас не нужны мои услуги. В общем-то, я находила оправдания во внешних проявлениях и поняла, что это можно делать всегда. Но удивительным образом есть то, что я начала бизнес в 2008 году, в конце. Тогда, когда произошел на моей памяти взрослой, потому что до этого момента мне вообще было пофиг, что происходит в экономике и вообще везде, произошел финансовый кризис. И я поняла, что такое финансовый кризис, потому что у моего мужа тогда не стало денег, у меня их, в принципе, особо и не было. И тогда я поняла, что такое финансовый кризис, когда отрасль, которая растет, которая дает деньги, вдруг внезапно выгорает. Вот как поле, знаете, все стоит такое в подсолнечках, кукурузке, а потом хлобыц, на следующий день приходишь, и все сгорело. И ты думаешь, как это могло произойти? Вот, в принципе, произошло то же самое. И для меня это было ощутимо, потому что у меня не стало денег, собственно. И я поняла, что что-то происходит в этом действии. Но, что удивительно, когда это произошло, и у моего мужа не стало денег, я, как человек, который страшно хотел денег, сумела в кризис построить очень успешный бизнес. И поэтому, когда пошли следующие кризисы, там, в 2014-м началась война в Украине, там, и так далее, и так далее, я понимала, что дело-то не совсем в кризисе. Ведь в один кризис я, получается, могла зарабатывать деньги, а в другой кризис не могу. А в чем разница? И тогда, и тогда можно было найти огромное количество причин, почему сейчас расти и развиваться нельзя, почему в это время зарабатывать деньги нельзя. И я никак не могла вот эти вот вещи соединить. Почему? То есть я поняла, что оправдание тому, что сейчас не то время, не особо подходит. Потому что в моем осознанном возрасте предпринимателя, а это началось с моих 25 лет, а сейчас мне 37, больше не было стабильности и роста в бизнесе. Я все время слышала только слово «кризис» и стало хуже от людей, которые вот меня окружали, и которые говорят, тут раньше как-то было по-другому. То есть я никогда не была на растущем каком-то рынке, там, знаете, когда все приумножается, цветет. Все время то война, то кризис, то коронавирус, то еще какая-то жопа. И я поняла, что, блин, ну дело-то явно не в этом. Дело что-то во мне. И вот, знаете, я вам хочу сейчас дать несколько классных маркеров. Ну, я не знаю, классные они или нет, но вы сейчас будете их узнавать. Когда некогда успешный предприниматель, который все время, мне нравится эта фраза, топил. Топил за то, что нужно одеваться в Луи Витоне, ездить обязательно на новых машинах, все время выставлял, значит, там все свои понты постоянно, особенно те, которые работают, простите, на малолеток, которые постоянно говорят о том, что, значит, я там такой, ну, крутой, там все, у меня там такое-то онлайн образование, оффлайн образование, и вот они все время руками машут, там, ну, в общем, такие классные чуваки, ребятки, клевые. Вдруг начинают писать посты такого плана, что, ой, да, машина мне больше не нужна, продал или продала, ой, да, ни в Луи Витоне счастье, вообще это все глупости, ой, да вообще ценности другие. Офис, те, которые кричали, офисы должны быть огромные, мы должны масштабироваться за счет команды, тут вдруг съезжают в каворкинги или вообще нахрен уходят. И вот ребята начинают, которые очень за это прожимали, начинают писать, значит, такие вот вещи, что все это не главное. И, конечно, можно было бы сказать, что ребята поменялись, стали более осознанными, и, возможно, в этом есть доля правды. Но 99% я даю вам на то, что люди, которые начинают такие вещи писать, говорить и транслировать вот такое вот внутреннее, простите, увядание, это говорит о том, что у людей жопа. У людей наступила финансовая жопа, и они не готовы это признать, потому что понты дороже денег, но они, значит, начинают всячески это оправдывать. Это, вот можете со мной, боже, что же у меня опять с телефоном гаснет, это можете проверить, можете не верить, но я это просто наблюдаю, я даже с Сергеем за некоторых конкретных людей с ним, как это, вступаю в спор, не в спор, ну да, в спор. Я ему говорю, вот спорим, у него жопа, вот посмотри, что будет там через месяц. На самом деле так и есть. И к чему я вам это говорю? А к тому, что я делала то же самое. Я делала то же самое. И в какой-то момент, сейчас я хочу, чтобы вы начали это транслировать на себя, в какой-то момент, когда вы вдруг начинаете себе говорить о том, что для вас все это не имеет значения, и что вообще все это глупости, и что, конечно, надо развиваться, конечно, вы не готовы сказать, что вы от всего отрекаетесь, но тем не менее вы начинаете говорить о том, что, ну как бы, и это не так, и это не сяк, и деньги это не так важно, и вообще в мире есть других много ценностей, и вы не понимаете, зачем покупать новый айфон. Вот, это тоже такая, знаете, штука. И вообще все это тленно, бренно и так далее. Значит, первое. У вас наступает, сейчас многие скажут, господи, вы ругаетесь, да, у вас наступает пиздос. Это вы должны понимать, реально. И что вы делаете? Вы себя берете большую лопату и начинаете в этот пиздос зарывать, ребята. Уж простите, я сегодня назову вещи своими именами. В тот момент, когда вы начинаете внутренне себя хоронить и жалеть, я финансово успешна. В тот момент, когда вы начинаете себя хоронить, когда вы начинаете говорить себе, что деньги не главное, что ничего страшного, что как-то и без них жили, вы энергетически начинаете схлопываться. Вы как будто бы считаете, и я так точно так же делала, мы как будто бы в этот момент начинаем считать, что мы становимся выше денег. Как будто бы мы у нас становятся, знаете, ну, не в этом счастье и так далее. Но тем не менее, у нас дела становятся все хуже и хуже. Вот запомните, если ваши дела становятся все хуже и хуже, вы не можете себе позволить что-то покупать. Вы понимаете, что ваши траты выше, чем ваши доходы. У меня, когда осталось, наверное, прихода порядка 10 тысяч долларов, у меня наступила бедность, потому что у меня расходы выше. У меня расходы были выше, чем 10 тысяч долларов в месяц. И то, что я зарабатывала, не считалось, потому что, еще раз, богатый человек, это человек, который зарабатывает больше, чем тратит. Это очень важно. Если предприниматель зарабатывает 50 или 100 штук баксов и тратит при этом больше, ребята, у нас есть зарплаты, у нас есть уровень жизни, наши дети, у нас есть какие-то рекламные бюджеты каждый день, которые вот у меня сейчас рекламный бюджет, несколько тысяч долларов в месяц. При том, что у меня не крупная компания, у меня моя компания, это я. Так вот, вот эти расходы, они же никуда не деваются, вы должны понимать. И получается так, что у тебя есть расход, например, у тебя приход в компанию, например, 30 тысяч долларов, ты думаешь, о, прикольно, но если у тебя расход 35 и тебе не хватает еще, то это не прикольно. Считается человек состоятельным не по количеству денег, которые к нему заходят, а по количеству, которое у него остается за вычетом, его растрат, хотя бы бизнес растрат, хотя бы еще чего-то. У меня получалось какое-то количество времени вот такая история, что деньги приходили, конечно, я делала проекты, я работала, я не сидела без дела, но мне хватало ровно настолько, чтобы раздавать эти деньги, и то не до конца. Потому что уровень жизни достаточно высокий, это при том, что, ты знаете, как смешно, ты можешь зарабатывать 30 тысяч долларов в месяц, а в замзе... Что-то сворачивается опять сегодня телефон, не понимая, в чем дело. Угаснет экран. То есть понимаете, в чем соль? Так вот, интересно, что? Что когда предприниматель... Почему это происходит? Почему ты был, блядь, вчера успешен, а сегодня нет? Что произошло? Так вот я вам хочу рассказать такую штуку, что обычно, когда происходят какие-то проседы в бизнесе, люди идут искать ответы на бизнес-тренингах. Они идут брать личные консультации у каких-то бизнес-коучей, они хотят, им говорят, каждый, кто продает онлайн-обучение, им говорит, у тебя сейчас проблемы в бизнесе, у тебя не покупают, твои продажи падают, мы тебе сейчас все наладим, сейчас мы тебе создадим отдел продаж, хочешь, мы тебе настроим воронку, хочешь, мы тебе, значит, там, еще что-нибудь сделаем. Ты читаешь, и это предложение про тебя, потому что никто не говорит, у тебя классный, успешный бизнес, все, и ты хочешь стать еще богаче. Нет, все всегда бьют в вашу боль, это маркетинг. Все говорят, у тебя пиздец, тебе нечего жрать, мы тебя спасем. И ты несешь последние деньги на бизнес-тренинг. Но в этот момент, когда ты идешь на бизнес-тренинг, о чем ты говоришь? Ты говоришь, блин, у меня жопа, у меня одни долги, это мой последний шанс, я сдохну, если будет еще хуже, я не знаю, что мне делать, я постоянно ссорюсь со своим мужем или женой, жена меня ненавидит, мы не трахаемся, мы вообще друг друга готовы убить. Ваши мысли создают вокруг вас вибрацию, простите, сегодня будет это слово пиздеца. Пиздеца! Вы в ужасе, и вы идете куда-то на какие-то тренинги с мыслью о спасении. Вы искренне надеетесь, что сейчас вы найдете какой-то алгоритм в онлайн-рекламе или вам дадут какой-то суперкрутой способ, чтобы вы привлекли клиентов, но энергия у вас уже трупа. Вы себя включаете, энергию бедного человека, вы в кошмаре, у вас еще деньги могут быть, но ваше состояние наступает, вот этот вот кошмарец, вы все время, у вас дорвотного рефлекса, страх, вы просыпаетесь, вы все время думаете зарплату платить, вы ненавидите своих сотрудников, потому что им надо платить. Даже если они у вас очень классные, у вас все вызывает стресс. Первое число – стресс. Аренда офиса – стресс. Вы все время в стрессе. И когда вы находитесь в этом стрессе и пытаетесь это решить за счет какого-то бизнес-тренинга или конференции или еще чего-то, вы хотите, чтобы вам дали бизнес-информацию. Но, мать вашу, я вам открою огромный секрет. Вы все, если у вас есть бизнес, а я хочу, чтобы вы смотрели про предприниматели, если у вас есть бизнес, вы его создали, у вас хватило энергии, то у вас хватит мозгов сделать из него все, что угодно. У вас уже есть эти знания. Максимум, что вам может пригодиться – это тренинг до 100 долларов, а очень часто за 10 или за 20, по какому-то новому фишке таргетинга или по Инстаграму, или вам нужен спокойный мозг и настройка на успех. Вот что вам нужно. А не суперкурс годовой программы, где вас будут качать супермиллиардеры а-ля черника, которые сами у штурвала 300 лет не стоят. Я очень уважаю всех наших миллиардеров. Но, ребята, где миллиардеры в своем бизнесе стоят и где вы? Чему они вас могут научить? Никогда не сдавайтесь! Давайте прийти вперед! Эй, давай, саблю! О, я, а, а! И что? Ну и вы такой выходите, я, а, а! И у вас опять хочется, извините, обосраться, потому что вам опять надо всем этим людям платить. Вам опять нужно, мы недавно со своим другом обсуждали про бизнес, там, про кто, где, у кого когда-то учился, и он мне рассказывал, как он учился у человека, которого я тоже прекрасно знаю, который учит масштабированию бизнеса. И он говорит, что я пошел к нему учиться, и после учебы с ним я нанял порядка 40 человек. И это лишило меня моей квартиры, потому что я масштабировался, он мне сказал, мне нужна большая команда. Вы понимаете, что кому нужно, поверьте, каждый из нас знает. Я, например, пришла к тому, что мне вообще никто не нужен. Мне нужен я и мой супруг, и наш бот, и все. И больше нам никто не нужен. И у нас денег, сил, времени, энергии всего стало сильно больше, чем когда у нас было 25 человек сотрудников. А, кажется, и офис нам не нужен. Это другая история. Самое ключевое вот здесь. Я хочу, чтобы вы понимали. Вы идете на дно изначально вот здесь. Когда вы пытаетесь во внешнем мире решить и найти маркетинговое решение, воронку, кто настроит мне рекламу, может быть, мне нужно сделать сайт за 30 тысяч долларов, и это меня спасет. Вы знаете, для меня было удивление, что сайт на тильде, сделанный саморучно, приносит мне больше клиентов, чем сайт, за который я отдала 20 кубаксов. Потому что дело вообще сегодня не в сайте. Не в сайте. Но все изначально в предпринимательстве и в жизни начинается вот здесь. И когда вы не понимаете, какая взаимосвязь между вашими мыслями, энергетическими вибрациями, которые вы создаете с реальностью, вы сидите и сами поджигаете костер вокруг своего бизнеса. И вот эти все истерики, которые, когда я проанализировала, а я очень долго этим занималась, и когда я поняла, что в первый раз, когда я вошла в кризис, мне было нечего терять, у меня ничего не было. И я везде, с каждой колокольни могла делать только одно – говорить. Я больше ничего не умела. И всем я говорила только одно. Когда я заходила на свадебный рынок, это было в 2008 году. Я самая лучшая. Я топовый свадебный организатор. Говорила девочка, которая организовала свою свадьбу. И через пару лет об этом трубили все и помнят по сей день. Потому что это была моя единственная цель. И я повторяла себе это днем и ночью. И я никогда не говорила себе, что у меня не получится. Я никогда от ужаса не сжималась. Я просто перла вперед. Работала, занималась медитациями. Я включала все. Мне было нечего терять. Когда я упала, съехала с горочки в другой раз, это произошло тогда, когда мне уже было что терять. И когда у меня уже была корона. И когда у меня уже были деньги. И когда у меня не было понимания, что произошло. И я искала решения, как и все практически предприниматели, в предпринимательской среде. Я искала, какой бизнес меня обогатит. Какая ниша сегодня модная. Какой проект сегодня выстрелит. Но при этом внутри я сама от ужаса умирала. Я не знала, что делать. Я все время думала об этих долгах. Об этих деньгах, которые нужно платить своим людям. Я постоянно, я была в вибрации страха. И притягивала в свою жизнь еще больше долгов, еще больше страхов, еще больше неудач. И я очень хочу, чтобы вы это осознали. Что, как ни крути, любой абсолютный успех, будь это успех в вашем бизнесе, будь это успех в вашей личной жизни, будь это успех в вашей личной реализации, он начинается с вашей головы. Это то, почему я приняла решение перестать пытаться быть кем-то классным в бизнесе, а заняться тем, что для меня является очень-очень важным. Потому что я понимаю, что это азбука. Что если бы каждый из нас с детства учился осознанности и пониманию взаимосвязи между тем, что я думаю, что я излучаю и что я притягиваю, мы бы в этих ямах не оказывались. И если у вас сегодня есть проблемы в вашем бизнесе, какого бы рода они ни были, вы должны понимать, что да, конечно, вам нужны новые идеи, вам нужны творческие какие-то там креативные решения, но вам нужна вибрация успеха, хотите вы этого или нет. В противном случае, как в школе, это будет умножение на ноль. Вы бесконечно будете забрасывать новые идеи, рисковать, что-то продавать, но вы будете это бросать и умножать на ноль. Оно все будет как из сито, потому что если ваша вибрация внутренняя уже это вибрация страха, если вы голову, простите, свою пока не полечили и не поставили на рельсы и не поняли, как это работает, то в лучшем случае у вас будет получаться подниматься, но вы будете снова просаживаться. Понимаете, я раньше считала, что бизнес и жизнь это всегда черно-белая полоса или американские горки. Я раньше всегда употребляла такую фразу, нужно покупать, пока есть деньги, будем делать, пока есть возможность. Я больше таких фраз никогда не говорю, потому что я понимаю сейчас, как сделать так, чтобы это было всегда по нарастающей, без пока. Потому что мы в себя, я не знаю, как у вас, у меня очень много лет была эта программа внутренняя, да, мое убеждение, что нужно, если деньги есть, их нужно срочно потратить, потому что их все равно потом не будет. Их кто-то дозаберет, дефолт, инфляция, я сама их кому-то отдам, но нужно все время, значит, вот куда-то девать. Это внутренние наши программы, заложенные в нас неосознанно абсолютно. И с этим можно и нужно работать, и это вообще не так сложно, как может вам показаться. Это даже гораздо проще, чем сделать анимированную гифку с вашим изображением в Инстаграм, представляете? Поэтому это программа, которую нужно в себе перезаписать. И я хочу, чтобы вы это понимали. Я сегодня, когда вижу рекламу всех бизнес-тренингов, вот этих вот всех замечательных обещаний, как мы там, значит, все улучшим, и вижу, что вот эти улучшения предлагают люди, которые сейчас сами пошли на дно, я прекрасно понимаю, что это не сработает. Это не сработает у ни у одного человека, который внутренне не настроен и не понимает вот этой взаимосвязи. Если вы спасаетесь с ужаса, пытаясь найти в чем-то решение, вам это не поможет. Это должно быть основано, ну то есть понимаете, ну как бы вам так это объяснить? Какой бы такой примерчик вам удачный подобрать? Это вот мне очень нравится выражение «твердое». Это должно быть твердым вашим пониманием. Вы должны понимать принцип того, как это работает. Когда вы это понимаете, это вот знаете, как, например, человек, который хочет похудеть, да, и он нифига не понимает ни в жирках, ни в белках, ни в углеводах, ни во времени суток, ни в чем не разбирается, как ему похудеть. Он смотрит на чипсы, думает, они легкие, я буду есть чипсы, они, наверное, легкие, да, они не приносят мне там или жареная картошка, ну чипсы это и жареная картошка, то есть или газировка сладкая там, например, но это же вода, я от нее не поправлюсь. Для того, чтобы вы могли управлять и понимать, вам необходимо знать азы, основы, вы должны понимать, как это устроено, вы должны понимать, как вы управляете своей реальностью сегодня, как ваши мысли, как ваши излучения притягивают это, как с этим вы работаете, почему тогда у вас появится очень четкая картина и ответ на вопрос, почему вы попали в ту же, в которой вы находитесь, почему ваш бизнес сегодня таков. И очень часто, когда люди начинают над этим работать с этой стороны, они, например, понимают, что они вообще занимаются тем делом, которым заниматься им не надо. То есть изначально занимаешься тем, что тебе не приносит удовольствия. И исходя из этого, ты уже, тебя уже эта вибрация съедает, ты уже не можешь ничего делать. Что делать, когда зарабатываешь неделю, а тратишь за два дня, хотя изначально это неправильный ответ. История о том, жизненно, что надо зарабатывать столько, чтобы вы не успевали потратить. Это история не про то, как заработать 3000 рублей. Это, вы знаете, это вот в бизнесе так. Вот как заработать 3000, опять вложить. История о том, как открыть свой неиссякаемый источник денежный. Как сделать так, чтобы деньги к вам стали приходить настолько легко, активно и регулярно, чтобы у вас исчез страх, что вы там что-то тратите. Потому что до тех пор, пока вы мыслите суммами денег конкретными, и все время это калькулируете, вы никогда не разбогатеете. Очень классная есть фраза у Наполеона Хилла в его книге «Думай о богатей». Не помню дословно, но смысл такой, что когда я разбогател, у меня денег стало настолько много, что я даже не понял, где они до этого времени прятались. Когда вы становитесь на свой денежный источник, когда вы своими мозгами проделываете эту работу, деньги начинают приходить без ваших каких-то суперусилий. То есть вы, безусловно, двигаетесь в своей работе, но это происходит естественно. Когда вы встаете, с удовольствием что-то делаете, и вам в это время звонят в дверь и приносят деньги. Вот, например, у меня это сейчас происходит так, на протяжении последнего года. То есть это ежедневно я делаю то, что мне нравится, и я ежедневно получаю за это очень неплохие деньги. И я постоянно работаю над тем, чтобы мне это нравилось еще больше, чтобы я давала еще больше пользы и получала еще больше. Это так должно быть работать нормально. Каждый день аффирмация – молодая, красивая, здоровая, богатая, становлюсь лучше версии себя, а клад подняли на 6 тысяч. Дело не в аффирмациях. Дело не в аффирмациях, а аффирмация – это, я уже об этом говорила, это не волшебная кнопка. У вас есть, понимаете, ну как вам сказать, это как вы питаетесь, как хотите, но качаете пресс. И вы считаете, что если вы качаете пресс, то у вас будет упругий пресс, но при этом ваше питание беспорядочное. То же самое люди думают о медитациях. Я живу как хочу, думаю как хочу, у меня в жизни реагирую на разные ситуации как хочу, я совершенно не занимаюсь ежедневно ментальными практиками, но я делаю аффирмацию, и значит у меня вот оклад подняли до 6 тысяч. Это не работает вот таким моментом. Это не работает, если вы в день 50 раз качаете пресс и больше ничего не делаете, вы можете его не качать. Ну вы должны это понимать. Ну вы типа качаете, ну молодцы, да, вы можете себя за это похвалить. Но ничего не происходит, ваш пресс остается прежним. Так, как настроиться на такую волну, чтобы все начать правильно? А системная работа, еще раз, почему я занимаюсь марафоном-рерайтером жизни, и почему он у меня поделен на группы, потому что, как бы на, не на группы, на ступени, скажем так, потому что это этап, понимаете, это этапы, которые мы должны пройти. Вот, например, в тренировке есть, да, есть разогрев, есть кардио-тренировка, есть нагрузки на определенные группы мышц, и если вы тренируетесь у одного тренера, то он создает тренировки таким образом, что у вас там идут все правильные какие-то чередования. То же самое идет и с перестройкой мозга. Для того, чтобы нам, я вам чуть-чуть расскажу, да, чтобы было понятно, для того, чтобы мы могли с этим поработать, у нас идет первый этап. Нам необходима мотивация. Почему? Потому что если мы изначально очень сильно не хотим измениться, то мы сорвемся очень быстро. Это нужно понимать, это точно так же, как про еду. Если у вас нету плана поехать на море, выйти замуж, влюбиться, там, я не знаю, заняться сексом первый раз с мужчиной или женщиной вашей мечты, у вас нету мотивации привести себя в порядок. Должна быть очень четкая мотивация. В нашем случае мотивация, мы живем какой-то жизнью, и как бы мы ей живем. И тут вдруг, когда мы начинаем работать на рерайтере, я очень активненько промываю мозг и заставляю вас написать книгу идеальной своей жизни. Вы вдруг однажды начинаете воссоздавать в фантазиях, да, потом на бумаге идеальную свою жизнь. Вы никогда и не жили, вы никогда не думали, что у вас может быть такой дом, что вы можете так отдыхать, что вы можете жить с таким человеком, что у вас могут быть такие отношения, такие друзья. И вдруг вы это все начинаете каждый день об этом думать. Понимаете, это вот вы, например, всегда одеваетесь в H&M или на базаре, или там, я не знаю, в Бершке. И вот однажды я вас завожу, ну, неважно, там, вы заходите в первые линейки с кем-то, и вас одевает стилист классно в Гуччи, в Луи Виттон, вообще вас круто одевают. Вам делают классную прическу, вы смотрите и видите себя другим человеком. Вы никогда не думали, что вы таким можете быть, вы себя не узнаете. Вы говорите, ёб твою мать, я хочу таким быть. И вот если это ваше желание начинает расти, вы, так бывает, с тест-драйвом, с машиной, вы в гости к кому-то приехали в квартиру и увидели такой дом, которого вы никогда не видели. Вы всегда считали, что все живут как вы, а тут вы увидели другую жизнь, и вас это зацепило. Вот первая задача – это создать себе мощную мотивацию, захотеть по-настоящему. И второй момент – перестать любить ту жизнь, которая у вас есть сейчас. Это нужно. Перестать. Когда у меня, перед тем, как появилась моя первая машина, у меня началась аллергия на транспорт. Я начала чесаться и покрываться сыфью, когда заходила в маршрутку. То есть я настолько себя довела, что я искренне, очень сильно этого хотела. Это правда со мной происходило. Я не говорю, что это хорошо, но у меня это было так. То есть первое – нам нужно понять, что мы этого очень сильно хотим. Второе – нам нужно разобраться с вот этой коробочкой. Нам нужно понять, как она работает. Это вот представьте себе, у вас стоит дома стиральная машинка, а вы не знаете, что это стиральная машинка. Вы дома стираете в тазике с мылом, стираете, даже не знаете о стиральном порошке, вы стираете, там, белье развешиваете, сушите его, на веревках ходите. И вдруг однажды к вам приходит ваша подруга и говорит, «Ёпсель, какая у тебя классная стиральная машинка!» А вы говорите, «Что?» Она говорит, «Ну машинка стиральная, классная!» Вы говорите, «А что это?» Она говорит, «Ты что, вообще ненормальная?» И она берет и вам запускает стиральную машинку. И вы понимаете, что всю жизнь у вас стоит дома стиральная машинка с сушильным аппаратом, которая делает эту работу, а вы всю жизнь стирали в тазике, всю жизнь это развешивали. Вот это, только гораздо хуже, происходит у вас с головой. Потому что вы сегодня уже используете свою голову и ту реальность, которую вы создаете, вы ее создаете уже сегодня, вы ей пользуетесь. Только вы пользуетесь ей, как, блин, толстый, неумелый карлик, понимаете? Вы в свою голову тыкаете черти что, и она вам выдает черти что. И в этом все, черти что, вы живете и считаете, что это ваша жизнь, считаете, что это вот такая у вас судьба, понимаете? Поэтому вторая история, она системная. Мы системно изучаем точно так же, как устроена стиральная машинка, мы изучаем, как устроен наш вот этот аппарат. И каким образом он нашу реальность создает. А затем мы учимся с вами, как на компьютере, программированию, что вот это и вот эта кнопка вместе дают такую функцию. Если будешь вот так жать, будет вот так. Это процесс. Если вам сделать такую лекцию, вот эта стиральная машинка, на ней можно стирать. Вот я вам говорю, у вас есть мозг, с помощью него вы можете создавать любую реальность. Подходит? Мало того, даже если я вам расскажу сейчас всю лекцию в течение 5 часов, или 10 часов, или 30 часов, вы же все равно ничего делать не будете. Вы же понимаете это? Поэтому я делаю это вместе с вами. Поэтому я придумываю такие способы, возможности и даю вам такой период, где мы это делаем вместе. Тогда у вас есть шанс меняться. Вот, собственно, и все. Вы задумывались когда-то, почему люди приходят в зал тренироваться на групповые занятия без тренажера? Окей, дома нету тренажера. Но дома пол есть? Есть. Стенка есть? Есть. Может, даже резинка у кого-то есть? Есть. Мячик есть. А что дома не тренируетесь? Что претесь утром куда-то или вечером в зал? Да потому что понимаете, что там будет группа, там будет тренер, там будет вас заставят это сделать, а дома вы не можете себя заставить. Здесь такая же история. Перезапустить мышление и перестать ждать. Приходить ко мне на марафон. Объясняю еще раз. Приходить ко мне. Можно начать с мастер-класса. У меня 1 марта будет мастер-класс, который называется «Управление реальностью», на котором мы достаточно системно, конечно, это не рерайтер жизни, но тем не менее, достаточно системно будем просматривать с вами 10 конкретных позиций и шагов, которые мы должны сделать, нам необходимо сделать для того, чтобы наша реальность начала меняться. Будем эти вещи рассматривать. Поэтому приходите. Мастер-класс стоит целых 5 долларов. Целых 5 долларов. Чем отличается мастер-класс от моих эфировых, на которых я выкладываю очень много? Мастер-класс – это системная штука. Эфир – это хаос. Эфир я беру, начали за здравие, закончили за упокой. Я любительница поболтать. Мастер-класс – это системные вещи. Рерайтер жизни – это то, где мы внедряем. На мастер-классе расскажу, на рерайтере жизни захотите. Это там, где мы делаем, где мы живем, где есть среда, где есть люди, которые вас поддерживают, такие же, как вы, где тяжелее слиться. Вот, собственно, и все. Еще раз хочу, давайте вернуться все-таки к нашей теме. Я хочу, чтобы вы поняли очень простую штуку. Если вы хотите быть успешными в бизнесе, то нужно начинать не с бизнеса, и вы что-то делаете в этом бизнесе, у вас уже что-то есть, но не сильно получается, то вопрос в 95% совсем не в бизнес-инструментах. Совсем. Вот вообще, вопрос не в том, что у вас не тот сайт или не та страница в Инстаграме. Вот я вам точно говорю. Это все подправляется на раз, два, три сегодня. Это раньше эти знания были недоступны. Надо было что-то искать, извращаться. Сейчас все сильно проще. Сильно проще. Это правда. Но когда вы в голове уже труп, когда вы уже от вас этим страхом веет, вы даже с клиентом общаетесь, а от вас веет страхом. Клиент от вас бежит. Вот знаете, клиент чувствует, что вы ширенький. Ну, простите, но так и есть. Мы как клиенты, помните, когда вы идете и стоит два ларька с шаурмой. В одном стоит очередь, а во втором никого нет. Вы не пойдете туда, где никого нет. Ну, вот такой эффект. Когда заходишь в супермаркет какой-то, еще где-то, вот там, где кишат, тебе нравится. Ну, я не говорю о том, что там дешево, нет. Вот просто вы видите, это энергия изобилия. Ты понимаешь, что здесь хорошо, здесь все классно сделано. А туда ты не пойдешь. Точно так же и вы общаетесь с клиентом. Когда вы понимаете, что вам не хватает денег, вам срочно нужно продать, вы готовы дать ему все скидки мира. Вы прям просите у него, купи у меня. Клиент не хочет вас покупать. Он чувствует вашу слабость и вшивость. Я вам это говорю и как предприниматель, и как клиент. Я в этом плане, поверьте мне, очень хороша. Я продала на миллионы долларов в своей жизни. Огромное количество крупных компаний меня нанимали консультировать. Их я до сих пор не знаю, зачем они это делали. Но тем не менее, значит, видели во мне. Меня приглашают крупные структуры для консультации в этой сфере. Я ни одного слона съела. Я вам могу сказать, что энергия продавца определяет. А ваша энергия начинается с того, что вы о себе думаете и какие у вас есть изначальные решения. Опять-таки здесь. Когда вы себя тут начали хоронить, когда вы концентрируетесь и думаете все время, что вам не хватает, что вам срочно надо, что у вас все плохо, вы воняете страхом. Воняете, понимаете? Это как мужчина. Один, который воняет сексом. Вот он идет, блин, и ты его хочешь. А один идет, и он вроде красивый, и все. Но ты понимаешь, он слюнтяй. Просто фу, он слюнтяй. Вот ты понимаешь, что сейчас ты к нему прикоснешься, он потечет весь. В плохом смысле этого слова. Как это измеряется? Вот так. Мы с вами, согласно квантовой физике, а уже доказано, что у нас существует квантовая реальность. Мы все состоим и все являемся энергией. Если выключить картинки, мы все с вами будем как лазерный лабиринт. Паутинка. Паутинка. И вот эта паутинка имеет разные цвета. Ну давайте, чтобы так было понятно. Разные цвета. И вот один цвет притягивается к другому. Знаете, лох к лоху называется. Когда часто женщины задают этот вопрос. Или давайте пусть про бизнес. Когда вы говорите, почему ко мне идут только бедные клиенты и просят скидки. Потому что вы сам лошара. Ну это надо признать, вы лошара. От вас пахнет бедностью и страхом. Вы даже можете быть не бедным. Но от вас пахнет бедностью и страхом, и к вам идут лошары. Не идут классные, уверенные клиенты к лошарам. Но они лошар чувствуют. Вот он подходит к тебе и не хочет с тобой быть. Ну, не хочет с тобой иметь дело. Вот он знает, что ты лох. И все. У меня бывали такие случаи, когда я была организатором свадебы. Ко мне приходили клиенты, и они, например, говорили. Я с этим музыкантом не хочу, он лох. И я понимала, что да, он где-то прав. На самом деле он где-то прав. Как меньше думать о плохом? Неправильный вопрос. Похер, простите, сколько вы думаете о плохом. Пофиг! Много или мало, ваша вибрация уже плохая. Тут не имеет значения. Думать нужно, это как меньше думать о долгах. Не надо вообще об этом думать. Смотрите, у нас в жизни есть три ситуации, которые, ну, как бы ключевые, которые заставляют нас меняться. Первое дело случая. Что-то произошло случайно, и нас заставило это измениться. Ну, что-то произошло такое. Второе, это когда мы принимаем такое решение. Мы говорим, так, все, мне моя жизнь надоела, я не хочу больше думать о глимам. Я отныне зацикливаюсь только на хорошем. Это наше дело выбора. И третье, это когда мы ничего не хотим. Мы, ну, как бы, мы сами не готовы делать выбор. Не готовы. И вот вы сидите, например, и думаете, боже, у меня болит все не голова, я не хочу идти на работу, я не-не-не, и у меня. И вы сидите, паритесь. С подружкой я поссорилась там. И тут вам звонят и говорят, маму сбила машина. Стерто-стерто. И вы такой. Все ваши проблемы померкли. Все вообще померкло. Померкло, понимаете? Вас переключили. Вам говорят, ну, теперь думай об этом. Не хотим думать по своему выбору? На, думай об этом. Вы должны понимать, у жизни всегда есть 300 тысяч возможностей заставить вас. Какого черта, скажите мне, вы заставляете вот так с вами обращаться? Почему вы по собственному выбору не выбираете думать о хорошем? Я хочу провести, кстати, тоже на эту тему эфир. У меня недавно случилась такая интересная история в одной из моих групп прирайтовских. Такая очень интересная. Когда все, в общем-то, знают мой горячий темперамент, я объясняла одну тему. И в конце сказала достаточно грубую фразу, которая звучала как афоризм такой, знаете. И вот, значит, люди начали, девчонки начали писать, Оля, спасибо, классное сравнение, мы поняли, вообще супер классно объяснила. А одна девушка начала говорить, что это за оскорбление такое? Почему вы меня тут начали унизить? Я, значит, тут деньги плачу, а тут меня еще, значит, вот такие фразочки мне кидают. И вот, вы знаете, наша манера, у нас всегда есть выбор, как на что-то реагировать. На любую абсолютно фразу и ситуацию мы можем с вами среагировать по-разному, согласны? И вот, почему-то у нас запрограммировано всегда искать плохое. Всегда. Вот человек всегда считает, что его хотят унизить, оскорбить, обидеть. Вот всегда. Никогда человек не может подумать, что кто-то что-то хочет сделать для его пользы. У нас такая программа. Вот мы идем, человек на нас смотрит, он может не на нас смотрит. Но у нас уже срабатывает программа, что он думает о нас что-то плохое и хочет нам чего-то плохого. Люди, откуда у вас это? Скажите мне, пожалуйста. Как вы считаете, данная программа и установка, когда вы во всем ищете какое-то дерьмецо, она вам помогает или нет? Ну вот заходит человек незнакомый, например, на мой эфир и пишет мне комментарий. Вы ругаетесь, вы, конечно, умно говорите, но вы ругаетесь, я не могу это слышать. Хорошо, а зачем ты мне об этом пишешь? Ты зашел на мой эфир, я вообще не для тебя вещаю. Я вещаю для людей, которые меня слушают. Тебе не понравилось. Почему ты считаешь, что твое мнение интересно сейчас, что вот ты не согласен, что я ругаюсь? Думали, ну у тебя же есть выбор, ну вы же тут никто не крепостный, никто никого не держит. Я даже денег с тебя не брала. Я обычно отвечаю, вам деньги вернуть? Откуда вот это? Вот все должны быть оскорбленные какие-то. Зачем? Зачем вы себе ищите вот этих приключений? Смотрите, все очень просто. Вы идете, вы считаете, что вам хотят плохое, вы думаете, вы не найдете плохое? Да найдете. И плохое будет не в том, что я говорю что-то, а вы это для себя интерпретируете как плохое. Плохое будет то, что в реальности вам по башке бахнет. Вы же в голове плохое думаете, оно вам обязательно упадет, понимаете? Вот вы идете, вам что-то на голову, а вы залезете в свою голову и подумаете, а что я до этого только что думал? Вы сами это притягиваете. Я все время говорю своим ученикам, у меня нет вообще никакого желания приводить вас к себе для того, чтобы унижать. Ну нет у меня такого желания. Да, то, что я вам иногда могу сказать, идите сосите хуй, могу. Потому что вы иногда говорите бред. И я вам это объясняю. И говорю, что вы либо вот так выбираете, либо простите. Надо идти сосать. Друзья, ну мы живем в современном мире. Я, например, вот такая, я так разговариваю. Это шокирует многих людей. Да, я знаю. Ну а меня, например, шокирует тупость людей. Меня шокирует желание людей постоянно быть жалкими. Желание людей постоянно быть бедными. Я им говорю, почему вас не шокирует, что вы с мамой живете в 38 лет и спите на одной кровати. И у вас нет мужика. Вас это не шокирует. А то, что я говорю сосите хуй, вас шокирует. Причем образно. Сережа говорит мне, может ты не сказала чей хуй сосать. Поэтому они обиделись. Понимаете, вот, ну, понятно, что можно придолбаться к любой фразе. Понятно, что можно. Но, ребята, если вас шокируют маты, еще раз, почему вас не шокирует, что вы не можете поехать отдохнуть? Почему вас не шокирует то, что вы, блин, не можете купить себе машину? Почему вас не шокирует то, что вы не можете свою женщину свозить на отдых? А хуй вас шокирует. Поразительно. Хотя хуй есть у всех, а вот этого всего нет. Почему вас это шокирует? Я не понимаю. Не понимаю. Ну, правда. И вот видите, вы смеетесь, вам смешно. Вы понимаете мой чудесный юмор. Но люди какие-то, которые со мной учатся вроде бы, которые прекрасно меня знают. Вряд ли кто-то пришел ко мне, не услышав этого замечательного слова. Потом говорит, вы меня хотели этим оскорбить. Хотя это даже, например, обращение не шло к человеку этому. Я там отвечала другому, но, понятно, сказала образно. А потому что срабатывает вот этот вот наш внутренний. Внутренний такой, меня хотят оскорбить. Ну и сиди в своей жопе. Я, когда оскорбляюсь на что-то, вы что думаете, я не оскорбляюсь. Я тоже иногда где-то оскорбляюсь. Я себе говорю, Оля, ты сейчас можешь оскорбиться. Прекрасно. Можешь сесть со своей короной такой оскорбленной. Тебе это поможет сейчас? Вот давай так честненько. Как-то face to face. И понимаешь, что нет, мне это не поможет. Я говорю, ну так не оскорбляйся. Не оскорбляйся. Ну, что ты тогда начинаешь? Не оскорбляйся. Поэтому убирайте свои гребаные короны к чертовой матери. И учитесь с собой общаться откровенно. Хватит подбирать для себя слова. Хватит казаться очень правильными и хорошими. Научитесь жить кайфово. Не просырать свою жизнь. Понимаете? Не просырать её. Потому что мы цепляемся совершенно не к тем вещам. Абсолютно. Ну, я не знаю особо людей, которым там сильно нужно меня допекать. Ну, там зашла вот только что девушка, увидела какой-то комментарий, там написала про моих дочерей, типа, какие миленькие лопоухенькие. И я зашла, посмотрела на милую очкаречку, думаю, ну, видимо, её допекло. Ну, тоже сказала, вы тоже милый очкарик. Ну, понимаете, это же только жалость и всё. Те люди, которые вас реально хотят обидеть, ну, это люди, которые вы на них и внимания не обратите. У меня, например, я хочу вас достать. Я правда вас хочу достать. Я хочу, чтобы вы разозлились где-то. Я хочу, чтобы вы захотели, блин, меняться. Я хочу, чтобы вы сказали, да, Оля, да ты права? Да, да, моя жизнь похожа на сосание хуя какого-то не очень клёвого. Потому что надо это сделать. Я тоже в своей жизни хочу вам сказать, моя жизнь тоже была долгое время похожа на вот это дело. И когда говорят «насосала», а на Порш, я вам хочу сказать, что… Ну, в принципе, фраза. Я вам хочу сказать, что вот это… Те, кто именно насасывают на Порш, это очень талантливые люди. Потому что большинство сосут просто так постоянно. Всю свою жизнь. Ну, образный, да, такой момент. Втыкание такое, знаете. И всё. Поэтому убирайте грёбаные эти короны. Убирайте вот эти все свои «О, Господи! О, что вы!» пожелайте жить хорошо, пожелайте узнать, как это устроено, пожелайте получать от жизни много, не стесняться, пожелайте перестать думать, что все хотят вам говна. Я даю такое упражнение людям и вам хочу дать. Ну, что же люди? Всё, что с вами происходит, интерпретируйте, как люди хотят мне хорошего. Ну, вот вы зашли, там, знаете, в троллейбус. Ну, не дай бог вы там ездите. Ну, например, в маршрутку, в метро. А там на вас дядька напал. Что ты тут расселась там? Ну, мне раньше, когда я в метро ездила, мне так говорили. Расселась я тут, значит, там пожилой. А вы ему говорите, пожалуйста, садитесь. Сами говорите, я как раз не нужна, вы правы, у меня попа большая, мне нужно пройтись ножками. Я действительно пойду, пройдусь. Что я еду-то на метро? Лучше пару станций пробегусь. И вот вы во всём думаете, как они хорошо вам хотят. Попробуйте в это поиграть в разных моментах. Вот что бы вам ни сказали, благодарите и ищите искренне в этом хорошее для себя. Вы увидите, как это прикольно. Вы увидите, что даже, конечно, в тех моментах, когда вы понимали, что люди ничего хорошего вам не хотели, вы можете найти в этом хорошее. И можете с этого хорошего построить. Знаете, помните, как про лягушку, которая может сбить это всё дело в сметану? Так и мы. Мы можем из любой же сбить это. Когда я попала в очередную свою яму, из которой я вообще не знала, как выйти, я смогла выйти только башкой. Только головой я смогла выйти, когда я осознала, что я превратилась в жертву. Я превратилась в человека, который ходит с айфоном с разбитым стеклом, два года его не меняя и рассказывая о том, что новый айфон – это не так уж важно. Я начала оправдывать абсолютно всё, и я поняла, что я вру себе нагло. Просто нагло себе вру, я уже жертва. Я уже не лидер, я уже жертва. Я недавно снимала эфир, чем отличается жертва от лидера. Жертва – это человек, который всё время находит объяснение во внешнем мире, почему у него не получается. Лидер – это тот, кто берёт на себя ответственность за жизнь. Я сегодня та, кто берёт на себя ответственность, я в принципе ей была, я не знаю, как я попала в того человека, я больше никогда не буду, я вам обещаю. Что бы со мной ни происходило, но я сегодня знаю, что мне делать каждый день, чтобы со мной больше никогда не происходило того, что было. И это работает, и я хочу с вами этим делиться, и я хочу вам об этом рассказывать. С хуями или без, ну уж простите, какая разница? Хуй всё равно где-то там сзади вас плетётся по жизни, он то бьёт вам по башке, то по жопе. Так давайте мы разберёмся с этим, давайте мы на него наскачем и будем нормально скакать, так эй-эй-эй, и бежать вперёд, пусть он превратится в нашу лошадь, в нашу лань, в наш кабриолет, во что угодно. Конечно, можно обижаться, можно оскорбляться, можно говорить, как это возможно, но зачем? Вам даст что-то, что вы сейчас на эти слова будете говорить, «Господи, мне иногда так обидно, что я рассказываю так много важных вещей, и люди слышат в итоге только хуй». Это так странно бывает? Или кто-то потом пишет, «А что у вас за футболка?» И ты думаешь, «Мама, я сошла с ума, что происходит?» Неужели это всё, что людей волнует? Неужели это так? Фиг знает. Но я искренне верю, что это не так, и я знаю, что большое количество людей я притягиваю правильно. И люди приходят тогда, когда они готовы, а у меня впереди ещё много лет, поэтому я готова подождать даже вас, потому что рано или поздно вы всё равно всё придёте на рерайтер, я это отлично знаю. На этой замечательной ноте, я надеюсь, что вам понравилось, я вас попрошу о нескольких вещах. Первое. Я вас попрошу сейчас после окончания эфира не пожадничать и написать парочку слов в комментариях, понравился он вам или нет, может быть, какой-то свой инсайт. Это первое. Второе. Я хочу вас попросить, точнее, хочу вам дать информацию о том, что рерайтер, хотел сказать, рерайтер жизни стартует 1 апреля, кстати. Ссылочка на него есть у меня в профиле. И 1 марта у меня будет мастер-класс трёхчасовой, который называется «Управление реальностью», который стоит целых 5 долларов. Вот. Я вам предлагаю на него прийти, особенно если вы никогда у меня не учились, чтобы посмотреть. На меня в деле, как на человека, который учит, там без хуёв. Наверное. Проверим. Узнаем. Вот. Но тем не менее, я вас приглашаю. Ссылка у меня есть в сторизах всё время, активно. Если вы её не можете найти, напишите мне в директ. Вот. И давайте сделаем с вами такую штуку. Я разыграю один мастер-класс. Вот. Если вы его купили, то, значит, кому-нибудь подарите. Что для этого нужно сделать? Поделиться в сториз этим эфиром и написать друзьям, почему, ну, своим, да, друзьям, почему вы рекомендуете им посмотреть этот эфир или, может быть, вообще меня посмотреть, почитать. Вот. И я среди всех, кто это сделает, давайте сегодня у нас что там за денёк, господи, я не знаю, понедельник сегодня? Ну да, сегодня понедельник. Давайте мы с вами в четверг вечером разыграем. Хорошо? Хорошо. Всё. Я вас сейчас тогда обо всём попросила. Я закрываю этот эфир, и вы в комментариях сейчас мне что-нибудь хорошее напишите. Спасибо всем огромное, кто пришёл. Я надеюсь, что вы не будете чем-то сильно огорчены или разочарованы, потому что I love you. Я вам всем желаю только богатства и добра. Правда. Вот. Поэтому всем пиз.